Сразу возникает вопрос, что значит я в неверственном стволе. Значит, что у тебя определенный тип цели жизни, тип отношений к людям, тип питания, тип мышления, тип общения и так далее. Все, у человека полностью, вся жизнь, она подчинена той энергии, с которой он соприкасается в жизни. А чтобы эта энергия стала другой, нужно поменять цели в жизни. Если ты этого не сделаешь, то ты не сможешь вырваться из-под влияния этих сил. Допустим, женщина говорит, мне мужики, пьяницы одни попадаются. Это значит, ты находишься в этом слое, живешь. Надо его поменять, другие мужики будут попадаться. Чисто практически вам объясняю. Мы говорим о предназначении человека. У нас есть разные предназначения. Быть здоровым – это наше предназначение. Быть активным, любить природу – это наше предназначение. Развиться как личность в обществе – это наше предназначение. Быть нравственно развитым и быть счастливым по этому жизни – это наше предназначение. И осознать, кто такой Бог, что такое вечность, что такое душа, и как я буду жить в будущем, что такое прекрасное, далекое – это наше предназначение. Если человек не верит, что у него будет все хорошо в будущем, если он не стремится к тому, чтобы победить свою судьбу, он живет свою жизнь зря. Итак, поверь в мечту. Не означает мечта, не означает фантазии. Давайте разберемся с этим. Это очень важный момент. Смотрите. Цель – это деятельность разума. Мечта – это деятельность ума. Вера – это деятельность разума. Человек верит не в мечту, а в цель. И в данном случае говорится о том, что человек должен поверить в цель, а не в мечту. Но эти слова похожи, поэтому песня больше именно так поется. Потому что, видите, поверь в мечту и путь. Мечта не приводит к никакому пути. Вот, допустим, девушка мечтает выйти замуж. Чем она занимается? Она визуализирует картинки своей счастливой личной жизни. Вот я обнимаюсь, у меня маленькие дети, я их люблю, вожу в школу. Значит ли это, что у нее будут маленькие дети, муж, она их будет вводить в школу? Есть две категории людей. Одни считают, что значит, а другие считают, что нет. Где же правда? А правда заключается в том, что мечта – это искусственная жизнь. И вот эту искусственную жизнь сейчас очень сильно увеличили средства массовой информации. Когда люди сидят в самолете, в основном они сидят в мечте. Они смотрят там… Кто-то в компьютерные игры играет. В компьютерные игры в основном означает одна только вещь – победа. Мне надо победить, а что – не важно. Что-то там сыпется, я побеждаю, бежит, стреляет. Главное, чтобы я победил. В это время он побеждает, человек, или нет? Нет. Он играет в победу. Потому что когда человек должен побеждать, в это время у него включается его жизнь. Там уже не пощелкаешь. Допустим, я в компьютер щелкнул, раз – скачил. Еще щелкнул, раз – побежал. Потом щелкнул – остановился. И так далее. А могу бежать очень долго в компьютере. Теперь. Щелкни так, чтобы ты встал с постели рано утром. Оп, я встал. Оп, побежал, щелкнул – побежал. Нет, мой дорогой, тебе здесь уже твои волевые силы нужно использовать. Твою веру, твое глубокое отношение к жизни, твою способность понимать, зачем тебе это надо, как это работает в твоей судьбе, и как это тебе поможет. Если ты этим не будешь заниматься серьезно, вдохновлять себя, то твои фантазии компьютерные, они не приведут тебя к результату твоей жизни. Понимаете, эти все щелкания, эти все просмотры фильмов, в которых кто-то как-то себя ведет, и кого-то что-то побеждает, они не меняют жизнь. Потому что это просто фантазии. Вот когда человек, вместо того, чтобы сидеть возле телевизора, начинает реально что-то делать, он начинает двигаться, начинает работать над собой, начинает молитву, начинает разные виды действий совершать для победы над собой, он начинает понимать, что жизнь непростая штука. Если девушка сидит и просто думает о том, что ей хочется замуж, она делает прям противополозную вещь, которая дает ей возможность выйти замуж. А вот если она идет и заботится обо всех, если она учится любить, прощать, заботиться, служить, если она активно, социально очень ведет себя, активную социальную жизненную позицию занимает, тогда в этом случае она становится красивой. Причем есть разные виды красоты, понимаете, есть красота, которая привлекает мужчин для того, чтобы эксплуатировать женское тело, а есть красота женщины, которая привлекает мужчин для того, чтобы служить женщине. Служить означает выйти и взять ее замуж. Значит, служить женщине, заботиться за ней, работать на нее. Или в постель. Это две противоположные энергии у женщины. Если девушка просто красится, как бы из себя делает конфетку, она привлекает тех, кто хочет ее завлечь в постель. Если же она активную жизненную позицию занимает, она любит всех, заботится обо всем, прощает, пытается установить отношения с родителями, с друзьями, с подружками, то в этом случае она культивирует силу в себе, дающую возможность ей выйти замуж. Энергия красоты и там, и там. И там, и там энергия красоты по-разному действует. Таким образом, померь мечту и путь не означает сидеть и смотреть телевизор. Это означает действие. Действие твое. Не артисты там какие-то, не люди какие-то. Сейчас 40% времени человек живет в телевизоре. Поэтому 80% разводов. Мы живем в телевизоре, означает, разум атрофируется, действует ум. Разум действует в жизни человека. Принятие решений, попытка все изменить, действие, события, поступок, означает деятельность разума. Смотреть, созерцать, мечтать, деятельность ума. Ум не меняет судьбу, меняет только разум. Если я постоянно мечтаю, созерцаю, ничего не делаю, значит, тогда жизнь никогда не станет успешной. Я не смогу достигнуть понимания своего предназначения ни в какой сфере жизни. Ни здоровья не будет, ни активности внутренней, ни социального статуса, ненравственной силы и тем более духовной. Все это означает практическая работа над собой, практическая. Поэтому написано «Ведический практикум». Следующая книга у меня называется «Развитие разума». Два тома. Там практикум уже, там практические вещи говорится в этих книгах. О том, что делать надо для того, чтобы побеждать судьбу. Я немножко вас ввел в такую глубокую тему. Сейчас мы с вами поговорим о разнице между мужчиной и женщиной. Эта тема очень важная, она нужна для того, чтобы понимать, как по-разному предназначения действуют. Как вообще, каково предназначение женщины, а какое предназначение мужчины. В психике человека есть три типа энергии. Они связаны с тремя зонами разума в нашем организме. У нас есть три зоны разума. Есть зона, которая находится в области лба, есть зона в области сердца, есть зона в области спаха. Зона разума, которая находится в области лба, дает человеку волевые силы и способность познавать мир, пытаться добиваться его, познавать, изучать практически. Разум означает практика. И когда человек хочет дерзать, побеждать, добиваться, изучать этот мир, глубоко, глубоко как бы его понять, в этом случае ему нужен особый тип тела человеку, в котором очень сильна воля, в котором сильно здоровье, в котором снижены потребности в комфорте, в котором снижена потребность в отдыхе и сне, в котором больше энергии, дающей победу, движение, то есть активности. Этот тип тела называется мужской тип тела. Когда человек получает, человек хочет побед, достижений в жизни, хочет преодолений, познания, тогда человек получает мужской тип тела. Следующий вариант. Второй тип разума, вот здесь в области сердца, он настроен по-другому совсем. Принципиально другая энергетика здесь. В этом центре разума человек хочет гармонии с окружающими людьми, хочет любви, нежности, доброты. Он хочет, чтобы все правильно было. Не добиться чего-то, а правильно, чтобы было. Это принципиально разные вещи. Он хочет порядок, чтобы был во всем. Он хочет чистоты, глубины, красоты, доброты. тогда человек, чтобы получить качество жизни. Это уже не количество достижений, а качество жизни, качественную жизнь. Получить жизнь, в которой много гармонии, любви и глубоких отношений. Тогда для того, чтобы такую качественную жизнь получить, человеку нужен особый вид тела, в котором способность почувствовать, все воспринимать, должна быть очень большой. В этом типе тела у человека энергетика заточена на гармонию и любовь, на красоту. Чувствительность очень высокая. Очень высокая способность контакта с другими людьми, способность понять человека, почувствовать его, сделать так, чтобы он был доволен. Естественная способность к доброте, к привлекательности, идущая от человека, дающая возможность вступать в близкие отношения сразу, именно в близкие, более близкие отношения. Это и способность давать жизнь другим людям. Это означает женское тело. Третий тип разума паховой области, он предназначен для самосохранения. Самосохранение нужно и мужчинам, и женщинам. Там есть отличия в этом центре разума, также мужчин и женщин. Например, женщина для самосохранения старается ограничить себя, но она ограничивает себя с целью безопасности. А мужчина с целью безопасности, наоборот, увеличивает свою активность. Он старается защитить себя, не ограничить, а защитить. Разные принципиально позиции. Допустим, если спрятаться, можно себя защитить, правильно? Это женская позиция. Норка. Мышка в норке. Или можно себя защитить, если ты нападаешь и побеждаешь. Это мужская позиция. Ну, этот центр разума просто по-разному работает, но идея одна и та же. Теперь двигаемся дальше. Если говорить о разуме, то у женщины разум имеет много чистоты, природной чистоты, интуитивности, но имеет мало силы, или волевой аспект снижен. У мужчины чистоты меньше в разуме, много силы и волевого аспекта. Спрашивается, а почему бы не сделать такой разум с рождения, чтобы силы и чистоты было много? А тогда нам делать будет нечего здесь, понимаете, в этом мире. Как в мультике этот кот лежит, говорит, да не были мы ни на каком-то ите, нас и здесь неплохо кормят. Вот. Вот, понимаете, то есть, если человек все уже в жизни имеет, то, что ему нужно иметь, он не будет развиваться, и смысл жизни нет никакого. Как люди говорят, почему у меня нет мужа, почему у меня нет здоровья, почему у меня нет нормальной работы, почему у меня нет успеха в жизни, потому что так устроен этот мир, человек рождается для того, чтобы добиться всего, а не иметь просто так. Если бы он был по-другому устроен, все бы сразу мы бы получили. Такие формы жизни тоже есть, курортного значения. Веда объясняет, что есть виды жизни у нас во Вселенной, где живое существо рождается для того, чтобы наслаждаться жизнью. Там все так устроено, там нет болезней, не болеют, никто не болеет. Там, как «Незнайка на Луне» мультик видели, большие такие фрукты, там никто не болеет, никто не работает. Все просто наслаждаются, всего хватает в жизни. Он говорит, я хочу. В такое место, да? Мы хотим вот в такое место. Ну, нормально, это тоже неплохо хотеть, как бы в такое место. Но вот здесь другое место. Мы сейчас живем в другом месте. Эту страну чудес можно и здесь получить. Но только надо трудиться, понимаете? Там растет до неба лес, и течет любви река, отражает облака. Это прямо извет. Я читал об этом. В Священных Писаниях говорится, что есть такие места жизни, где вот так, огромные деревья, там огромные потоки меда, там пчел, куча всяких. Ну, в общем, я не буду рассказывать, вы все равно не поверите. Вот. Время не будем тратить. Нам снятся эти, мне все снятся острова и удивительные страны. Но здесь все не так, на этой земле. Мы рождаемся в муках, потом вообще ничего не понимаем, что происходит какое-то время. Потом, когда наконец начинаем понимать, мы понимаем, что мы ничего не можем. В детстве страдает ребенок от того, что мама, когда я буду взрослым, когда я смогу то и сего. То есть, эта жизнь предназначена для развития человеческого, для развития. Если вам плохо, трудно, у вас какие-то испытания в жизни, знайте, эти испытания являются просто вашим объемом работы. Это не значит, что счастья не будет в жизни. Будет. Надо просто сначала понять, как жить правильно, войти в ту систему жизни, где много энергии будет, много силы для того, чтобы побеждать судьбу. И дальше победить ее и стать счастливым. Для этого надо сначала себя понять, вот допустим, как у женщины выбираются цели, как у мужчины. Самая главная цель для любого человека, мужчины и женщины, это та цель, которая дается источником победы над судьбой, контакт. Источником таким является Бог в трех своих аспектах. Это личность Бога, это вера, дает возможность побеждать судьбу. Дальше, любовь, энергия Бога. Энергия Бога проявляется через людей. Это нравственность. Когда человек нравственность изучает, он способен счастливо жить в этом мире. Когда с личностью Бога контактирует, он способен побеждать судьбу. И когда человек в аспекте природы с Богом контактирует, тогда он способен быть здоровым. Сильная жизнь, достаточно много сил для жизни. Вот Порфирий Иванов был очень сильным. Он этот аспект энергии Бога почувствовал, поверил в него. Он мог спать в снегу, понимаете, то есть уникальная личность. У него такая сила была внутри, что нам непонятно, как это так можно жить, не мерзнуть, не болеть. Ну, то есть это означает сильный контакт с этой энергией Бога, идущей от природы. Дает такие возможности человеку. Он не болеет, не мерзнет, у него все отлично со здоровьем. Но он верит, это его вера такая. Он верит в природу. Он об этом и писал в своих книгах, о вере в природу. Говорил о матери, природе там и так далее. Таким образом, высшая цель жизни для каждого человека и для женщины, для мужчины одинаково важна. Без этой цели невозможно достичь никаких других. В ведах есть такое высказание, если человек живет рядом с морем, то у него воды достаточно на все нужды и поливать огород, и мыться там, и что хочешь делать. И эта вода заменяет много колодцев. Точно так же веды говорят, когда человек постиг конечную цель жизни, он, эта цель дает ему энергию или силы для достижения всех остальных целей. Понимаете? Если самую важную цель жизни постиг, что я душа, и душа это не просто так, это означает определенный тип жизни, функционирования. Душа, она имеет природу проводника, она не имеет самодостаточную природу. Душа это не как солнце, душа нуждается в солнце, душа наполняется энергией света и отдает ее другим. Пока человек не поверит в источник, он становится, он обесточен. Во что мы верим, оттуда мы берем силы. Если я не верю в источник, я обесточен. Поэтому мы детям поем песни об источнике, о том, как надо правильно жить, что такое дорога добра, ну что такое доброе, правильное отношение к жизни. Мы поем детям, а сами при этом этого не делаем. Что значит за солнцем следом? Это значит настройся на источник счастья. Солнце сравнивается с Богом. Настройся на Бога, то есть убить этот источник, высший источник силы. перестань свои только силы верить, перестань думать только о себе, оставь свои заботы, перестань на себе концентрироваться, начни думать о других, начни настраиваться на природу, служить природе. Женщина, когда в огороде возится, ей не надо ни пить, ни есть, она здоровой становится. У меня теща говорит, если не богород, я бы давно уже загнулась. Она огород ездит, и там природа ей дает силы здоровой жить. Она бегает, прыгает уже в возраст. Почему? Потому что она верит в природу. Вера означает, что она туда едет на автобусе. А если бы она не верила, она думала, да, что-то лень. Чувствуете разницу? И жизнь разная в результате тоже становится. Вера это серьезная штука. Вера означает, что я энергию получаю не только из себя, а у меня нет сил на лекцию идти. Подружка говорит, пойдем, пойдем, там классно. Ну ладно. Почему пошла? Потому что силы получила. Кого так получилось? Поднимите его. Видите, это значит, что у вас вот этот аспект отношений с людьми развит. Вам Бог дает удачу через людей. Через людей это очень важно. И так, когда человек наполняется этой силой высшей, у него есть возможность уже жить не просто своими силами, а с силами извне, то в результате его судьба меняется, у него появляется много сил жить по-другому. Пытайтесь это понять. Вот обычной жизни у нас просто сил на себя не хватает даже. А чтобы что-то для кого-то что-то делать, для этого нужна особая энергетика, которая берется не от себя. Верить означает брать энергию от других людей. Душа это структура психическая, которая сама на себе замыкаясь гаснет. Нужно учиться брать силы от других, а брать силы означает отдавать себя. Душа так устроена, что пока она другим служить не будет, она силы от них не возьмет. Пока Богу не служишь, от него силы не берешь. Пока природу не любишь, от нее силы не берешь. Некоторые на природу приезжают, они приехали, там шашлыки быстрее, дрова покололи, грибы собрали, в футбол поиграли, уехали. Они на природе были? Нет. Они там занимались своими делами. На природе быть означает отвлечься от себя. На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине брать в полях ничем, ничем не беспокоясь по васильковой синей тишине. Понимаете, то есть он радуется, здесь все мое, и мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя. Он радуется природе, он радуется, живой воды напьюсь у журавья, понимаете, он контактирует с природой, он не колет дрова, там, грибы не собирает, он выходит из этого эгоистического состояния и начинает служить своей любовью природе, и в это время человек наполняется силой от природы. Чтобы счастливым быть в любые дни, свою любовь с тобой мы так беречь должны, чтобы не только нам с тобой вдвоем, чтобы грела всех она своим теплом, своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни. Это уже отношение с людьми, понимаете, да? Что если человек с людьми не может отдавать им себя, своей любовью мир весь обними, перестать думать только о своей семье, перестать грести под себя, иди, заботься о других людях. Не будешь заботиться, не получишь счастья. А счастье, энергия, возможность заботиться идет от того, что у тебя уже с солнцем контакт пошел. Ты чувствуешь, что есть вера, у тебя чистота от молитвы приходит в сердце, у тебя есть силы, чтобы так жить. Муж предошел и муж хочет забрать сына. Девочку оставят мне, а она хочет это назвать. Вот, я не могу понять решение, не могу понять, вот, не есть ли разница. И то, что, если женщина отдает ребенка, она кусок мяса от себя отрывает. Это все равно, что вот отрезать ногу и мужу отдать. Нет, это за ногу. А? Я как с бабки не могу. Но это так и есть. Ну, то есть, женщина, если она отдает ребенка, она просто кусок мяса. Ну, привыкнуть женщине, что ее муж, ее сын не рядом с ней, невозможно. Она с ума просто сойдет, она изойдет вся. Но не привыкнет. Десять лет пройдет, она не привыкнет, что ее сын не рядом с ней. Невозможно. Поднимите руку, у кого такая ситуация произошла, что вам пришлось отдать ребенка. Привыкли? Нет. Привыкли? Кто еще? Вы привыкли? А? Как на учебу посылают детей? Вот отправляют... Это другое, понимаете? На учебу послать детей это не то, что отдать мужу. Это другая вещь. Отдать мужу означает этот ребенок уже не мой. Понимаете? Вот эта женщина не может перенести. А на учебу пусть едет, нет проблем. Это мой ребенок поехал на учебу. А когда я отдала мужу, это уже не мой ребенок. Я сейчас о психологии женщины вам объясню. Вот смотрите, женщина, такое существо, она счастье испытывает не от своей жизни. Она испытывает счастье от жизни того человека, которого сильно любит. И запомните, если говорить о любви, то, допустим, любовь женщины к мужчине это примерно 60% от 100 по отношению к любви женщины к детям. Любовь женщины к детям настолько колоссальную силу имеет, что с любовью к мужчине это вообще ничем никак не сравнишь. У мужчины наоборот, любовь к женщине имеет гораздо большую силу, чем любовь к детям. Понимаете? Поэтому и женщины перетягивают мужика. Если жена неправильно себя ведет с мужем, то чужая, значит, тетка перетягивает, потому что мужчина, он не может устоять перед любовью к женщине. Он может пожертвовать детьми своими родными, чтобы куда-то уйти. Теперь у меня к вам вопрос. Кто кого бросил-то? А мне? А? Я. Ну вот видите, это меняет дело. А почему вы его бросили? Я. Значит, выход такой. Если он бьет, вообще не вариант ему ребенка отдавать, это просто убийство ребенка. Значит, выход такой. Не надо с ним разводиться. мы не были женаты, мы на свой день это ничего не значит, понимаете? То есть, были женаты, не были, год прожили вместе, может, и жена. Надо ставить условия, жить отдельно. Женой отдельно. Ставить условия. Перестаешь пью, пить, я к тебе возвращаюсь. Если вы возвращаетесь на пять лет, опять уходите, три раза сделаете, так он бросит. Всего три раза. Подождите, мои хорошие, вы сейчас смеетесь. Я ей это все сейчас говорю. Не потому, что она к нему вернется. Я сейчас в ее сердце хочу вскрыть одну вещь, которую она не знает в себе, но которая может расслышать всю ее жизнь. Эта вещь как раз о том, о чем я сегодня на лекции говорил, это называется вера. Понимаете? То есть, она верит мужика. какого мужика, которого у нее еще нет. И она верит, что она может найти себе лучше, чем ее вот этот мужичок. Вот в этом заключается вся проблема. А надо верить Бога. Понимаете? То есть, Бог вам дал человека на исправление, вы не хотите его исправлять сейчас. Вы за это получите то, чего вы не ожидаете. А я вам сейчас скажу, что вы получите. Вы получите три года одиночества, потом дальше два года жизни с женатым мужчиной, и потом дальше вы получите такого же, понимаете? Такого же, но уже от одиночества. Будете согласны на все. Вам нормально это устраивает? Нет? Хотите проверить, насколько Олег Геннадьевич не ошибается в судьбах людей? Проверьте. Проблема в вашей вере. Вы верите в то, что вам достанется человек, которого вы хотите. Вот это и есть неправильная вера. Она губит сейчас вашу жизнь. Потому что этот человек не против с вами жить. Поэтому я с вами этот разговор затеял. Вам надо сейчас ставить ему условия, потому что, когда женщина ушла, тогда мужчина начинает меняться. У него есть импульс к этому. Поэтому женщины все должны уходить, но не бросать. надо жить отдельно и ставить условия. И тогда у него в башке начинает меняться. Но только в том случае, если он виноват. Потому что это как раз тот случай. Понимаете, если вы сами его мозги выпарили, ему потом еще живете отдельно, ну, понятно, он там себе найдет другую, да и все. Понимаете, но это не тот случай. Его тянет к вам назад, потому что вы им ничего плохого не сделали. поэтому вам надо ставить условия воспитывать мужичка своего и поставить полтора года срок. Вот если за полтора года он все-таки не захочет бросить пить, то Бог вам даст хорошего мужа другого. Или этот станет хорошим, и вы удивитесь, как люди меняются. Если он бросит, возвращаются. Я уже не прошла в полтора года примерно два. И прошли это встрече и не все. Нет, нет, вы не прошли. Вам еще полтора года. Понимаю. Дальше идите этим путем, молитесь, сражайтесь со своего человека. Бог вас от Бога дарит. Или этот человек станет хорошим мужем для вас, или он даст вам другого. Для того, чтобы вернуть себе семейную жизнь, женщине нужно идти в семью, а не в пустыню. Вы сейчас хотите в пустыню идти, это голяга. Понимаете? Все хорошо, что вы поняли. А сколько? Будьте счастливы. Ну вот сзади вот девушка сидит, печалится, да, вы. Борь уставших лебедей. Давайте-то слушаем. Все. все благостные люди, они очень благостные, поэтому клещи им тоже благостные показать. и радостные спускаются на вас, и кровь пьют так радостно, счастливо, и энцефалит тоже заходит такой, думал, прийдет. Я и знала, вы думали, потому что, что вы увидели мое знание. И у меня еще один маленький вопрос, по поводу... Поэтому бояться, конечно, надо. Я хотела, что вам помочь... У вас сейчас клещи, да? Да. Ну тогда не надо, значит, как бы стоять возле деревьев сейчас. Опасно? А? С травы, не с деревьев? Нет, они с деревьев тоже прудут. Надо понять просто, попробовать, вот одеться хорошо, и посмотреть, понаблюдать за собой. Если все закрыто, он сразу же вам не зависит, он будет ползать по телу. Но если как бы на этом дереве есть клещи, ну не стойте рядом с ним. Он сразу не зависит, я вам точно говорю. Если есть клещи, вы его убите. Благодарю, я. Я слушаю, я думаю. И хотела сказать про... Вот, подождите, а кто вот стоял возле дерева и клеща поймал? Есть такие здесь, нет? Есть? Вы стояли и поймали, да? Весной не стоим, только зимой. Сегодня поймали? Ну тогда не надо, это опасно значит. Нет, не надо, мы весной не стоим, только зимой возле дерева. Зимой возле дерева. А летом? Нет. Летом нет клещей у вас есть? Есть. И зимой есть, даже если в этом клеща. Ну значит, вот так мы хорошие, значит не надо ловить клещей, нехорошо. Согласен. У сосны нет клещей? О, пожалуйста. Хорошо, отлично. Все, да? Дальше? Да. Ага. Кто у нас еще? Блин, да? Светленькие будут волосы. Тоже уставший лебедь-то у нас. Прямо благодарю вас. У меня вопрос такой. У меня периодически с него надо держать вот здесь вот, вот это что-то, там напряжение. Вот, у меня вот прям ноги почти ведут. Напряжение. А с хорошим не думают. Вот так вот садитесь на пол и сгибайтесь вперед. Вот, да. Вот это упражнение вас вылечит, вот это болезнь. Там статическое напряжение, его надо убрать просто. С сердцем не все в порядке? С сердцем не все в порядке? Ага. Это статическое напряжение влияет на легочную артерию. Там спазм. А сколько долго я еду? Всю жизнь. Я не вижу там, раз в нем есть каждый день. А сколько, чтобы промить эту ситуацию? 25 минут будет пробивать полностью эту болезнь. Каждый день. Слушай, что? Смотрите, что Олег Геннадьевич с людьми делает. Я просто принимаю. Сейчас, подождите, сейчас спокойно. Раз в три дня по 25 минут. Мужчина, первая. Всю жизнь, всю жизнь. Мы все сначала, которые происходят, потом, если путешествие, опять происходят. Вот. Мы все полномы. Я повезти, чтобы не правильно. Вот. Чтобы. Ну и я. Ситуация не такая. Вы живете неправильно, с человеком. У вас идет усталость от этого мира, друг от друга. Понимаете? И вам уже стало невыносимо друг с другом жить. Так как вы оба хорошие люди, то есть добрые, нормальные, спасибо большое. вы не можете просто так взять и напомнить подзав друг друга. То есть есть отношения, есть обязательства к ним. Поэтому вы вместе не можете жить и раздельно не можете жить. Вот в этом вся ситуация. И решается она просто. Нужно заняться своим здоровьем. То есть нужны прогулки, нужно зарядку, нужно правильное питание, нужно молитва. И пока вы не наполнитесь сами, вы не сможете изменить ситуацию. Он не уйдет от вас и не будет рядом с вами. Вот. Вам надо сначала молитвей почувствовать спокойствие по поводу этой ситуации, по поводу него. Сейчас у вас по поводу него в сердце отчаяние и тяжесть. Вам самой тяжело с ним жить. Он виноват. Вам тоже тяжело. Вот. Тяжесть очистите, это ваш судьбат отлистит. Слегкость в сердце по поводу него будет. Потом в следующей стадии вы сможете с ним нормально общаться уже со временем. Сейчас вы с ним общаетесь очень напряженно. И последняя стадия будет изменение в его сердце. На это все может уйти год, два. Вот так примерно. Но этого выхода нет. Понимаете? Все равно человек должен там жить. Если накопили грязь, надо ее очищать. Вот, допустим, сколько бы кухню не пришлось мыть, вы ее все равно вымыть. В грязи, в грязи жить не будете. Есть еще грязь в сердце. Понимаете? Вот сейчас накопилось грязь в сердце в отношениях. Ситуация осложняется тем, что в вашей жизни не было Бога. А когда в жизни человека нет Бога, то у мужика в жизни нет совести. За этот вопрос отвечает женщина в семье. Она чувствует, где истина, где ложь. У нее совесть всегда работает. Вы жили неправильно. И из-за этого получили вот такой результат конечной жизни. Вы жили для мужа, а надо было жить для Бога. Понимаете? Надо, чтобы алтарь был долго, чтобы пища вся освещалась. Когда в доме есть совесть, мужик без штанов перед алтарем не ходит и жену не бросает. Понимаете? То есть он тоже будет иметь совесть, потому что совесть — это и есть Господь. Ну то есть когда человек живет правильно, он получает правильный результат. Неправильно живет, получает неправильный результат. Что бы у него сейчас не было другая там семья и так далее, это результат вашей жизни. То есть есть три способа отношения к своей жизни, к своей жизни. Первый способ — он виноват, это безнадежная ситуация. Если он виноват, значит, тогда нечем меня спрашивать и не решите вопрос. Потому что виноват Бога. Вы слушаете, не надо мне ничего сейчас говорить. Второй вариант — виновата судьба, значит, тогда можно что-то изменить. А вот прям к столу ставьте, не стесняйтесь. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Спасибо. И третий вариант — виновата я, потому что это и есть правильный вариант. То есть все, что в жизни происходит у нас в конечном счете, мы виноваты в этом. Но мы даже часто не знаем почему. Часто события в прошлой жизни происходят. Мы в это отвечаем за ним. У нас нет памяти о прошлой жизни. Мы ничего не знаем об этом. Поэтому есть знание о том, что если у человека в жизни что-то происходит, если он считает, что кто-то другой виноват в этом, то он никогда не сможет решить это. Если он понимает, что виновата судьба, тогда значит вот так вот, значит уже легче. А если виновата я, так надо исправить. Вы продолжайте слушать лекции. Получается в том, что я вам сейчас ничего не докажу, не объясню. Вы находитесь в состоянии сильной боли внутренней. и вы хотите, чтобы я облегчил эту боль. А я вам облегчить ее не могу, потому что вам ее может облегчить только ваша собственная правильная жизнь, правильный выбор. Вы сдаете свой взамен. Каждый человек должен жить для Бога. И цель жизни человек — это Бог. Если человек выбрал правильную цель, и ваша цель была семья, дети, выжили для этого. Вот и получили результат такой жизни. Вот сейчас надо менять цель, менять всю свою судьбу, всю свою жизнь. Тогда вам станет легче жить. Ваша жизнь не зависит от этого человека. Если вы станете самодостаточным, будет он рядом с вами жить, что скорее всего, или уйдет, что маловероятно. В любом случае вы будете счастливы заниматься собой. Это ошибка. Ошибка мышления. Заниматься собой. Можно также еще повторять «Я желаю себе счастья». А это совсем другое. Когда человек занимается духовным развитием, он никогда не занимается собой. Он это делает на благо других людей, на благо детей, на благо мужа, на благо всего мира. Понимаете? духовное развитие никогда не означает заниматься собой. Если человек занимается собой, значит, он тогда еще хуже будет мыслить, еще хуже будет все считать. Надо оторваться от себя. Когда человек отрывается от себя дорогого и занимается на благо других, тогда он реально побеждает судьбу. Если этого нет, то он будет страдать все больше и больше. Вот вы сейчас и занимаетесь собой всю жизнь свою. А надо оторваться от этой идеи. Нужно вырваться из этого эгоизма. Понимаете? Посмотреть шире на этот мир, перестать думать слишком много о себе, о своей судьбе, потому что эти мысли разрушают человека, человеческое существование. Вам надо сейчас поменять цели своей жизни и разлиться как личности. Представьте правильного поведения, правильной жизни. Но вот это еще раз повторяю, запомните, заниматься собой, как говорят психологи, это петля. Если человек начинает заниматься собой, будет еще хуже. Еще хуже. Потому что чем больше человек погружается в себя, в трудные ситуации в жизни, тем больше он разрушает себя. Потому что это замкнутый круг. Если вы любите природу, то природа любит вас. Если вы любите людей, любят вас. А если вы занимаетесь собой, то вы никого не любите. Когда человек любит себя, он больше любить никого не любит 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 судьбе. указывает. Всегда отношения родителей предупреждают нас на нашей судьбе. Допустим, мама с папой ругаются, это предупреждение, что у меня тяжелая семейная судьба. Если не ругаются, значит предупреждение, что хорошее. Родители предупреждают нас о нашей жизни. Потом мы живем свою жизнь. мы не справляемся сами со своей судьбой, то дети дальше нас наказывают. Родители предупреждают, мы живем, а дети наказывают. Если ты сам справился с собой, дети наказывать не будут. О чем это говорит? Это говорит о том, что у вас есть определенная отчужденность от мужского начала. Вы не понимаете, как правильно строить отношения с мужчиной. Вам надо это учиться у женщины, которая замужем, с ней дружить, смотреть, как она общается с мужем. То есть женщина всегда учится чему-то через отношения. Если у вас будут такие отношения, то вы легко сможете преодолеть эту, может не легко, но преодолеете эту трудность. У вас определенное предвзятое отношение к мужчинам, определенная взятость. Это идет с прошлой жизни. В прошлой жизни были тоже в женском теле. И у вас были очень сильные оскомена жесткие в отношении с мужчинами. женщины больше мужской энергии чем женской. Просто в принципе это мышление неправильное. Мужчине тоже не бывает женской энергии больше чем мужской. Просто бывает так. Если женщина не развита, то ее недостатки приводят ее к мужским качествам. Ну то есть мужчина не развит, он ведет себя как женщина. Понимаете? Женщина не развита, ведет себя как мужчина. Это признак не развитости просто личности. Вы находитесь в таком перманентном депрессивном состоянии. То есть у вас стимул к жизни очень слабый. вы не до конца понимаете, что вы можете быть счастливы в этом мире. Понимаете? У вас немножко притуплено вот это восприятие мира правильно. Вам надо развиваться как личность, слушать лекции сначала, потом включаться. Допустим, женщина очень сильно развивается через творчество. Нужно найти любимое какое-то занятие. Может быть, это пение или рисование или еще что-то. Включиться в творчество. Когда женщина творчеством занимается каким-то, она как личность начинает сильно развиваться. То есть через творчество женщина энергии любви запускает в своей психике. Потом дальше после творчества появляется любимое какое-то занятие. То есть любимое дело. И так постепенно женщина развивается. Клубы благости у нас есть. Там люди встречаются с целью развития. Может быть, вам туда тоже пойти, потому что у вас склонность такая к одиночеству внутреннее есть. Замужем сейчас? Нет. Был кто-то у вас в жизни? Человек какой? нет. Но можно оставить на две отношения пожелал счастья. Да, сплыл. Хорошо. Вот именно такие отношения, что есть отношения, что нет отношений. Примерно так у вас построено внутреннее состояние сейчас. Поэтому вам надо просто развиваться как личность, пытаться понять, что так неправильно. нужно создавать правильные отношения, для этого прилагать усилия, нужно сначала понять, как правильно. Но для этого нужно общение правильное. То есть идите в клуб лагость, общайтесь, выходите из своей скорлупы. у меня такая проблема. Не только у меня, но и у моего сына, которого он сейчас 1,5 наряде. А вы садитесь, а то вы меня не услышите. Стоит, человек не может слушать. Мы столкнулись с такой жестокой сильной разрушаются наши детско-равительские отношения. А кем разрушаются? Ну, в первую очередь к матери, да? То есть вы живете не вместе, получается? Да. Не вместе. Но это значит, что не матерью отношения ваши разрушаются, а вашим отношением к матери. Нет, не вместе. Не вместе. Вот в этом и проблема. Я и говорю, то есть разрушаются ваши отношения с сыном не ей, а вашим отношением к ней. Ну, то есть женщина, понимаете, она, если как бы, ну, если она почувствовала жестокость или, ну, неправильное поведение, она будет потом жестить сама, когда придет себя. Понимаете, но она это будет делать по-своему, через отношения с сыном, в частности, и так далее. Вы должны просто понять, что вам возвращается то, что было между вами с ней. Сейчас вашу жизнь возвращается вам. Вам надо просто понять, что вы не сможете перешагивать через людей. То есть вам надо возвращаться, сейчас пытаться с ней строить добрые отношения с этой женщиной. Это для вас будет казаться унижением, но вы должны понять ее как личность. Вот, может быть, это будет унижением, но вы должны ее понять, почему она так себя ведет. Все, попытаться это сделать. Если вы это сделаете, смягчится, и у вас будет возможность общаться с сыном. То есть все по власти Бога. Даже комар может нас наказать, не то, что женщина. Все по власти Бога. Вот комарик маленький может человека убить просто. Он может взять, съесть, укусить его. Тот заболеет малярией, и потом уведет из жизни. Все. То есть сейчас ваша судьба действует через женщину. она может действовать через кого угодно, и вы ничего с ней не сделаете. Судьба бывает разной силы, тяжести. Сейчас через вас действует тяжелая судьба. Понимаете, даже комарик может убить, даже просто маленькое препятствие возле подъезда может убить человека. Понимаете, он споткнется и носом в асфальт. Понимаете, то есть все, что угодно может разрушить нашу жизнь. Не надо думать, что мы это ваше ощущение крутости по отношению к ней, оно сейчас и сработало. Бог вам за это ощущение вас крючком и зацепил. Понимаете, женщина тут ни при чем, при чем ваша судьба. Ваша судьба сейчас пошла вам возвращать ваши поступки назад. И вы должны понять, что вы перед ней круто себя повести не сможете. Вот перед женщиной можно себя круто вести, перед судьбой нет. Она вас и вы ничего не сделаете, понимаете, ничего не сделать с ним. Поэтому вам надо сейчас понять, что судьбой надо вести себя по-доброму. Иначе она будет вас просто убивать. Мы сейчас не говорим о том, кто страдает. Мы сейчас говорим о том, что происходит. Когда что-то происходит тяжелое, все страдают. Всегда в этих вопросах, когда происходит человек должен выбрать правильную тактику. Вот допустим враг идет, мы можем говорить, кто от этого страдает, но тактика правильная это что делать? Воевать. То есть ты идешь и сражаешься с ним. Понимаете, с женщиной воевать бесполезно. Это неправильная тактика. Вы сейчас с ней воюете. Вот пару дней назад был очень жесткий скандал у вас с ней. Или пытались с ней. Я не знаю, я видел, вижу просто эту жесткую энергию. что произошло с ней? Она спала в ступор и вообще вас видеть не хочет. Она даже с вами разговаривает не хочет. Ну то есть чем больше вы на нее будете нажимать, тем больше вы будете получать противоположный результат. Понимаете, и справедливости в этом вы ни от кого не добьетесь. Потому что вы сами перешагнули через справедливость к этому человеку какое-то время назад и получаете назад от Бога привет. Понимаете? Вот в этом вам надо понять просто. Понимаете, мужчине очень трудно признаться в том, что он что-то не так делает. Но придется это сделать. Иначе вы не получите своего желаемого результата. Если говорить о ваших отношениях с сыном, вы можете вот так вот их наладить. Вам надо просто перешагнуть через свое понимание вещей. Вам надо перестать действовать так, как вы действуете сейчас. Надо стать покладистей к этому человеку, извиниться перед ним, вести себя по-доброму. Пройдет три месяца и она изменит свое отношение с вами. Понимаете, я слишком слабый, может даже необразованный человек, чтобы вам что-либо сказать. вы гораздо разумнее меня, лучше знаете, что делать. Я вам сейчас описываю ваше состояние внутреннее. Понимаете? Я вам просто объясняю вас. Иногда гордость не дает человеку возможность что-либо понять. Но я точно знаю, что я говорю. У меня нет в этом сомнений. А вы посмотрите на своей жизни дальше. Вы можете сейчас разборки делать. Это все будет только против вас. Вы не сможете перешагнуть больше через этого человека. Судьба вам не позволит. Вам можно только извиняться перед ним. Даже если вы считаете, что она виновата, не имеет значения. У меня бывают такие в жизни ситуации, когда женщина ведет себя допустим моя жена, она ведет себя иногда непонятно вообще. И я как бы извиняюсь не потому, что я чувствую себя виноватой, но потому, что нет другого выхода привести ее в чувство. И все, она потом понимает, что неправильно себя вела. это правильное поведение с близким человеком, оно работает. Это не касается не то, что моя жена плохая, у меня хорошая жена. Просто так всегда это происходит между близкими людьми. Иногда близкий человек ведет себя непонятно. И надо просто вести себя с ним так, чтобы он успокоился. Не важно, прав ты или неправ. А потом человек приходит, когда в себя он начинает осознавать свои в этой жизни, то всегда приходит момент и судьба будет вас гасить так же, как вы гасите других людей. Это неизбежно будет происходить с каждым человеком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА